Всем привет, с вами Андрей и у нас рандом Adventure Sargaric, вторая часть Собственно, прохождение Орка Клерика Мы остановились на том, что находимся в данный момент в аду Локация так называется До этого мы победили Тирана в его пустошах Собственно, вот у нас душа остров Тиранский Собственно, присутствует И душа острова Где она у нас здесь? Вот, собственно, и душа острова где-то тут была Я, видимо, ее потерял Вот, душа острова от Душу острова дают, когда вы исследуете 100% острова Тем самым У нас также присутствуют и другие острова Я играю на режиме хардкор Вот, собственно, такие как горы, лес, тундры и так далее Но они у нас в инвентаре На складе Собственно, я играю на режиме хардкор Тем самым, если мой персонаж погибнет То есть количество смерти достигнет единицы Я проиграл автоматически Вот По перкам у нас, собственно Сейчас я покажу Толстая кожа Это вшитая таланторка Берсерк тоже вшитая таланторка Толстая кожа блокирует 5% Берсерк с каждым ударом вы бьете все сильнее Если с руки бьете Первый удар, это упреждающий удар Очень сильно помогает Позволяет вам практически большинство боев Просто выигрывать Ну, вы пол лица снесли моба А бой еще не начался, грубо говоря Ну, как сказать, бой начался Но он за удар не считается Классный талант Рекомендую качать Управление жизнью Это наше Наше заклинание восстановления Которое позволяет Вот, собственно, склерик С чего и начинает С посоха И с этого таланта У посоха, кстати, еще есть плюс Он поглощает ману То есть вы за счет еды Восстанавливаете магию свою За счет голода Вот Собственно, талант не сломленный Который я рекомендую В первую очередь качать Для чего? Чтобы вы просто смогли выжить Если вас будет пытаться добить ваш враг Чтобы вы выжили Расстерегайтесь голода Голод это когда у вас полная полоска голода То есть 100% Тогда у вас будет голод дамажить Также погодные условия Собственно, жара, холод и так далее В нашем случае у нас присутствует На острове ад жара То есть нас постоянно пишут Что вам жарко, вам жарко, вам жарко У нас 3 урона проходит Практически заход Вот Собственно, продолжаем Дровосек Дровосек Собственно, рыбак Скорняк Рудокоп Мясник Это таланты Которые, собственно, открываются Ну, за счет Владения соответствующими предметами Соответствующими инструментами Это как охотничьи ножки И сак Топор для рук и дерева Сеть, удочка, кирка Собственно, они открываются для этого Вот Навык кузнец Позволяет вам ковать снаряжение На ваш уровень И оно Чем выше уровень кузнеца Тем лучшее качество Вашего снаряжения То есть у меня Сейчас я покажу чуть позже У меня легендарное снаряжение Все полностью Как вы видите Ну, ладно Не полностью Но Большая часть легендарное снаряжение Остальное я просто не могу скрафтить Как, например, нагрудник У меня нет рецепта Щит тоже нет рецепта И посох У меня рецепт есть Но там нужно дерево Которого у меня нет наличия Вот А все остальное я скрафтил на уровень У меня 68 уровень И 68 снаряжение Вы видите Это в квадратных скобочках Вампир Пить кровь восстановить здоровье Сомнительный перк Крови не так много Как хотелось бы Но она присутствует Эффективность Как и профессионал Это Износ инструмента Которого я показывал чуть ранее Там кирка Мячета и так далее Топоры Износ инструмента на 50% меньше Но Инструмент можно найти бесконечный Поэтому По сути Сомнительные перки Но Пока вы не найдете Эти перки вам будут очень сильно помогать Управление монстром Позволяет вам Изучить навык управления монстром Я рекомендую его качать В первую очередь Навык Он качается Этот навык Когда вы Ловите мобов Я чуть-чуть Дальше покажу Собственно Это навык Поймать монстра Собственно С целебного строения Мы начинаем У клирика Оно вшитое Поймать монстра Нам нужно найти Для того чтобы Просто начать Хороший старт Вы ловите Рандомного монстра Желательно Рекомендуется Драконов ловить И Собственно Благодаря им Двигайтесь дальше У них просто Больше атак И больше ХП На начальных уровнях Поэтому Наравне с остальными И поэтому Их рекомендуется Именно ловить Также Если будет воскрешение Стоит его тоже прокачивать Продолжаем дальше Собственно Управление Я сказал Хищник Что касаемо Хищник Это полезный навык Но Если есть шеф О котором Расскажу чуть дальше Он Будет более полезен Но так Если Валяется мясо Почему нет А чтобы получить мясо Вам нужно Труп существа Если он его оставит Разделать на Собственно Мясо С помощью тесака Вот Рыбак Скорняк Я рассказывал Каннибал Позволяет вам Есть трупы Прямо Ну Грубо говоря Вы только убили моба Прямо сходу Съели труп Но он восстанавливается До 10 очков голода По сути говоря Сомнительный Но Если Чтобы не заморачиваться С шефом Которым я расскажу Раньше Дальше Полезный В принципе Но Не сказать Что прям вау Что касаемо Алхимика Позволяет вам Изготавливать зелье Полезный По сути говоря Перк Но Алхимика Трудновато Прокачать Но Его можно Прокачать И ваше зелье Будет максимально Эксидой Вот тут По сути говоря Зелье Сейчас в конце Будет решать Потому что Мы просто Сейчас забафаемся Перед боем С боссом И Просто будем Элементарно Проносить Что касаемо Шефа Я про нем Рассказывал Чуть ранее Приготовленная еда Утоляет голод То есть у вас Должны быть рецепты По рецептам Расскажу дальше Вот Аналитик Позволяет вам Узнать Характеристики Мобов На самом деле Это не особо Полезно Но В целом Для того Чтобы выбрать Себе Какого конкретного Моба Посильнее Послабее Плюс Минус Смотрите уровень И примерно Прикидывайте Кто из ваших Мобов Сильнее Кто слабее По сути Можно сказать Полезный На владение Прощой Это единственное Наше метательное Оружие Которое у нас Присутствует Также присутствуют Арбалеты Луки Вообще Реализовано Метательное оружие Слабовато В том вопросе Что На высоких уровнях Собственно И тиранском И на адском Тут нет боеприпасов Поэтому Проща Как и любой другой Тип оружия Будет бесполезнее Если только у вас Нет запасов Там не знаю Огромных тонн Этих патронов Для вашего Оружия Ветательного Что касаемо Туриста Это собственно Снижение голода Пловец Тоже снижение голода Фотосинтез Это вообще Отсутствие голода Остаться в живых Это урон От полного голода Он снижается Мол Я чисто так взял Посмотреть Не особо полезный навык На самом деле Плюс 5 ячеек В вашем интере Основной Бесполезный навык Изучающие оружие Тоже сомнительный навык Вы оружие В любом случае Рано или поздно изучите Поэтому Вы наверное Просто вместо Одной единички По две изучаете На самом деле Бесполезный навык Глаза маны Моба Так чисто видят Что он кастует У вас По сути Тоже бесполезный навык По заклинаниям Я собственно Рассказал Целебные Прикосновения Это основное Поймать монстра Это основное Прямо Жизненно необходимое Потому что В самом начале Вы ловите книгу Либо Книгу С монстром Каким-то рандомным Выбираете Самого дорогого Который там представлен Либо просто Ловите книгу Поймать монстр И с помощью Этой книги Изучаете Заклинание Когда вы ее Читаете И с помощью Этой книги Вы просто Ловите Моба Рандомного Моба Который вам Понравится И его Потом Приручаете И собственно Вместе с ним Ходите Что касаемо Рецептов Я говорил Про них ранее На текущих Уровнях Тут Мобы Собственно Не оставляют Трупы Соответственно Как и на Тиранском острове Который был До этого Он также Не оставляет Трупы Поэтому Тут очень важно Чтобы Вот например Еда Была Которая Еда Которая Позволит вам Которая Падает С мобов То есть Ресурсы Я нашел Глазной суп Ну не в прошлой серии За кадром Собственно Он крафтится Из крови И собственно Глаз На самом деле Полезная вещь Он восстанавливает 30 очков голода Может показаться Что это фигня Но если нет Альтернативы Это очень классная вещь Также Костный мозг Тут Дропаются С мобов Кости Не так часто Как хотелось бы Но все же Они падают И собственно Мы Я из них И изготавливаю Что касаемо Стейк на палочке Он не актуален Потому что Мяса нету А тут Нужно именно мясо Для него Кокосовая газировка Но только на Тиранском острове Была Я находил пальмы Находил с них кокосы Когда потрес пальмы Также финики И так далее Их тоже можно есть Они по 5 голода Восстанавливают Но Кокосовая газировка Она более Предпочтительная Будет в этом вопросе 25 голода Все-таки лучше Что касаемо Стейка Он восстанавливает 35 Костный мозг 25 И глазной суп Собственно 30 По рецептам Я в принципе Все рассказал У меня присутствуют По доспехам Рецепты Рекомендуется Вообще Полностью Кожан Не кожан А костяное Снаряжение Потому что Кости дропаются С мобов Вы можете Просто одеться В кости В костяное Снаряжение У меня единственное Тут не хватает Доспеха Я использовал Деревянный нагрудник Собственно Который делается Из дерева Но дерева Здесь нету А все делается Из костей То есть Поэтому у меня Кости присутствуют Костяное снаряжение Можно скрафтить Все остальное Снаряжение Тут мне не получается Скрафтить Потому что Тут нет Такой возможности Уровень растет А нашего Снаряжения Нету Поэтому Нас как бы Ограничили В этом вопросе Разработчик По поводу Снаряжения Рассказал Что касаемо Оружия Оружия В принципе Сложно сказать Какое более Эффективное Я вот Использовал Костяной посох Но тут нет Дерева Чтобы его обновлять Поэтому Точнее Как сказать Там есть Пальмы На предыдущем Острове Были пальмы Но Чтобы их Нарубить Вам нужно будет Использовать топор Который Я с собой Не взял Поэтому В этом вопросе Я конечно Откровенно Лоханулся В теории Скорее всего Можно Костяное Снаряжение Использовать Но тут Видите Тоже Нужно Дерево То есть Вам Нужно С собой Брать Топор Не Повторяйте Мои ошибки А берите С собой Топор Чтобы Была Возможность Собирать Дерево По крайней мере И Ремонтные Наборы Чтобы Вы Могли Перезаряжать Сейчас Покажу Как Они Выглядят Топора У меня Понятных Причин Нет Но я Покажу Как Он Выглядит Сейчас Чтобы Вы Имели Представление Вот Собственно Топор Для Рубки Дерева Вот Так Он Выглядит На него Рецепт Также Он Может Продаваться В Магазине В Поселениях Что Для Вас Очень Полезно Может Быть Вот На Тиранском Уровне Собственно На Уровне Ад У нас Присутствуют Мудрецы В Мудрецах Можно Поговорить И они Восстановят Ваш Голод Вашу Ману Здоровье И так далее За золото Также Можно Нажимая Отдохнуть Мы полностью Отдохнули Нам Восстановили Все Характеристики В этом вопросе Молодцы Также Вы можете Заметить Что Вам Очень Жарко Вы Получили Три Деницу Урона То есть Нас Постоянно Будут Бить Вот Эт Вот Жарой На предыдущем уровне Тиранском Этого Не было Там Была Фул Нежить То есть Нежить Как и Демоны Они Не оставляют Трупы Сейчас Мы Будем Двигаться В сторону Босса У нас Собственно По квесту Чтобы вы Имели Представление Нам Нужно Отправиться В ад Мы Уже В аду И Убить Дьявола Вот Собственно Наш Босс Который Нам Нужно Убить По поводу Найти животного Я Честно говоря Так и Не разобрался Сколько раз Не пытался Я просто Не знаю Чем их Кормить И Нигде Подсказки Я не смог Найти Что касаемо Феи Ну Их Можно Найти Это Без проблем Просто Я обленился Не смог Найти А что Касаем Охотника На Насекомых Их Тоже Можно Было Сделать Но Я Не Смог Его Сделать Тогда Сеть Приготовить Но Ее Тоже Можно Собственно Вот Тут Большое Количество Снаряжения Валяется Но В большинстве Случа Снаряжение Которое Будете Получать Оно Мусорное То есть Слабое То есть Как вы Видели Оно Обычное Качество А у Меня Присутствует Легендарное Либо Эпическое Это Два Самых Высоких Качества Которые Присутствуют В игре И Особенно Если Снаряжение Будет На Ваш Урень То есть Которое У вас В скобочках Указано Сверху Указано 68 И Снаряжение Если Будет На 68 Урень Плюс Оно Будет Легендарное То Это Хорошо Будет По крайней Мере Это Будет Неплохо Даже Легендарные Бывают Рандомные Но Факт Стоит С фактом Собственно Давайте Проанализируем С помощью Способности Анализ Вы можете Увидеть Его характеристики На самом деле Это Позволит Вы При Выборе Моба Вот Ну то есть Вы Увидите Его здоровье Увидите Ну то есть Если вы Хотите Себе Выбрать Питомца Что касаемо Питомца У нас 69 Дракон Присутствует Золотой Также У нас Присутствует Большое Количество Мобов Тут Присутствует Как Диамонт Моба Как вы Видите Звездочками Она обозначена Так Золотые Мобы Так И серебряные Мобы Ну чисто Теоретически Диамон Скорее всего Лучше Своих Собразиев Золотых И серебряных Поэтому Я думаю Стоит Именно Их Качать Ну Я тут Приручал Мобов Для того Чтобы Прокачать Навык Приручения Собственно Управление Монстрами 4 из 4 Чтобы иметь Ну вот Собственно Мы узнали О мобе Что-то Вот Собственно Первый Бой Начался Мы Ни одного Еще удара Гол Полком Не сделали Но За счет У первого Удара Наш Орг Ударил Уже То есть Вы уже Видите Что у моба 600 хп То есть 670 Хотя было До этого 1000 Мы по сути Даже бой Еще не начался Мы его просто Атаку Питомцем Проводим Именно Питомцем Потому что Урон Будет проходить Сначала По питомцу Потом По вам Питомца Нужно будет Подлечить Как вы видите Питомца Слегка Раздамажили Поэтому Через Клопку Действия Мы его Лечим Также можно Его лечить Через заклинания Через сотворить И так далее Каждое Действие Тратит Собственно Помимо магии Которая Это синяя полосочка Это красная полосочка Также может Тратиться Ваше Здоровье Это зеленая полосочка Мы собственно В данный момент Идем в ад Водыни посохом До сорокового уровня Убили лемура Вот собственно Видите Бронзовый Обычный щит Но он слабее Чем наше снаряжение Видите Все В скобочках Минусовое Если было бы оно Хотя бы равное Нашим снаряжением Там были бы Нолики Везде Если бы оно было бы лучше Там были бы плюсы Собственно Вот дьявол Давайте Забафаемся На Статы Он 61 уровень По идее Мы должны его победить Но все таки Лучше подготовиться Я нашел зелье Выпиваем Зелье скорости Выпиваем Зелье защиты И выпиваем Зелье атаки Которую я последнее Нашел И собственно Идем к боссу Драться Чтобы вы понимали У нас в данный момент Вот такие вот Характеристики Где у нас Характеристики Это моба Вот У нас 700 здоровья 395 маны Атака у нас 652 Защита 665 Интеллект 589 И скорость 393 Практически 400 Собственно Начинаем Драться с этим Дьяволом Анализировать Его можно Попробовать Давайте Проанализируем У него рейтинг Испытаний 3 То есть Приручить его Скорее всего Не получится У него Очень много Здоровья На самом деле Если вы его Приручите Это прям Мастхэм Чем полезен Навык Приручения Мобов Вы можете Начальных Боссов Боссов Приручить Они будут Скажем так Сильнее Чем обычные Мобы В конечном итоге При прокачке Что очень Очень Честно говоря Полезно Рейтинг Испытания Это по сути Насколько Сложен Сам босс Ну Диаблон То есть Так называемый Дэвил Достаточно Тяжелый Чтобы вы понимали Например Я до этого Дрался с мобами У которых Рейтинг Был Испытания Около 10 А тут Аж 32 То есть Это достаточно Тяжелый Босс Он даже Хочет С вами Поговорить Фу Знал Что нельзя Рассчитывать На тирана Мы Его убрали Надеюсь Что эта паршивая Крыса подохла Если нет Я его сам Прикончу Что ж А ты готовься К смерти Собственно Обратите внимание Мы уже Его Чуть-чуть Урона Нанесли Мы Под бафами У нас Есть Перк Несломленный Если он Нас Сильно Будет Забивать Также Можно Прожать Зелье Труса На случай Если Прям Все Капец Как Тяжело Начинаем Атаковать Питомцем Обратите внимание Питомец Сильно Проседает У него Минус 300 ХП Но Дьявол Я думаю Упадет Да Дьявол Скорее всего Упадет Питомец Конечно Питомец Выживет Собственно Мы Получили За него Опыта Много Достаточно Золота Полторы Тысячи Кость И Эпические Железные Булава На самом деле Она для нас Бесполезна Мы Играем Через Посохи Поэтому Для нас Он бесполезен Ох Боже Прости Боже Прости Меня Теперь Нам Дорога В рай Присутствует То есть Теперь Видимо Следующий Давайте Вылечим Нашего питомца Через Селебное Прикосновение Вот почему Оно Очень Важное Потому что Есть Заклинания Которые Лечат Вашего Через Склянки Лечат Вашего Питомца Но Нахрена Нам Они Нужны Когда У нас Присутствует Получили Изумруд Изумруда Можно Нужно Нужно Ожерелье Которые Увеличивает Насколько Я знаю Ваш Уровень Не Уровень А Сейчас Я покажу Здоровье Если Не Ошибаюсь Вот Оно Тут Нужна Нить Золотой Слиток И Собственный Изумруд Вот Оно Улучшает Характеристики А Порог Маны Увеличивает То есть Видите Ну Опять же У нас Пока Нет Такой Возможности Сундук Мы Исследовали Давайте Двигаемся Дальше Дорога В рай Если Войдете В дорога В рай То Не сможете Вернуться В ад Войти Да Войти Дорога В рай Мы Заходим В рай Мы Сходу Встретили Мудреца Это Хорошо Мы Нашли Небесный Остров Облака Холодный Воздух И Местные Создания Вы Уверены Что Это Самое Опасное Место Из Всех Которые Когда Либо Видели Вы Чувствуете Небесный Остров Эбов Ж Какой То У нас Присутствует Мудрец Привет Степан Я буду Здесь Ему Нужно Отдохнуть Или Покинуть И Место Поговорить Со мной И У него Цена Собственно 1840 Ну Как Говорится Отдохнем И будем Ориентироваться Собственно Наша Задача Найти Извращенного Бога В раю В раю Убить Его Спасти Мир Навсегда Собственно Скорее Это наш Финальный Квест Будет Я так Думаю Потому Что Мир Навсегда Все Так Я думаю Это Не так Просто Написали Но Опять же Нам Чтобы Пройти Его Нужно Быть Получается 79 Уровня Ну Желательно Поэтому Будем Ходить Смотреть Пока Это Собственно Единорог Давайте Проанализируем Посмотрим Единорог Рейтинг 5 Собственно Ничем Он особо Не страшен Давайте Ее Попытаемся Побить Уровня Единорога Сложно Сказать Для чего Он нужен Обратить Внимание Начались Трупы Собственно Можно Присутствуют Трупы То есть Мы их Можем Как есть Так И Разделать Но Мы их Просто Будем Съедать Нам Они Не Нужны Мы Можем Съедать Потому Что У нас Присутствует Талант Собственно Каннибализм Мы бы Так же Могли Съедать Куски Мяса Но У нас Нет Возможности Разделать У нас Есть С собой Мачете Но Оно Без Перезарядки Надолго Его Не хватит Скажем Так Ну Вот Как-то Так Собственно Еще один Единорог Но Мы Уже С ним Виделись Давайте Его Забьем Для Чего Нам Рога Единорог Не Нужны Сложно Сказать На Важно Запомнить Местоположение Мудреца Где у нас Он здесь Присутствует У нас На 6-7 Присутствует Важно Его Запомнить Потому Что Собственно Он будет Единственным Скорее всего Не считая Босса Давайте Посмотрим Есть ли он На карте Да Обратите Внимание Тут Присутствует Мудрец И присутствует Собственно Вот Наш Босс Босс Пока Непонятно На какой Клетке Его Нам Нужно Будет Найти Еще Собственно Эффект Зелий Проходит Но Мы В любом Случа Найдем Еще Зелье Поэтому Это Не страшно И Прокачаем Еще Больше Снаряжения У нас Буря Идет Тут А что Касаем Обсидиановых Обсидианового Снаряжения Ну На самом Деле Оно Бесполезно Потому Что Вы Не сможете Двигаться В Обсидиановый Это И Потому Что Вы Не сможете Его Скрафтить Если Только Вы Все Заранее Готовили Но Опять же Тут Нет Кузнецов Поэтому Что Касаем Пыли В теории Ее Можно Было Быть Единственное Непонятно Чем Ее Заменить Чем Заменить Пыль Как Вариант Можно Было Было Орехи Съесть Но У нас Сейчас Будет Плюс Один Уровень Я Думаю Мы Нам Пару Статов Дадут Сейчас На Следующем Бою Это Котль Собственно Пыль У нас Как раз Как вы Видите Количество Питомцев И два очка Навыков Нам вес Не дали Да Вес Нам Не дали Вот Зараза Давайте Пыль Все таки Будем Подбирать Не знаю Для чего Она Правда Нам Нужна Но Я думаю Она Пригодится Что касаемо Вулканических Камней Как и Морозные Камни Которые Присутствуют На островах Которые я находил Они используются Для крафта Соответственно Ледяного И огненного Оружия Если вы Найдете Я еще Интернет Не прожал Ну ладно Что касаемо Эпическая Железная Балава Она Нам Не Нужна Потому Что Мы Пользуемся Посохами Поэтому Мы Подбираем Пыль И Впредь Она Будет Подбираться Потому Что У нас Стоит Автоподбор Предметов Как Вы Видите Очень Больно Бьют Нашего Дракона Дракон Получил Семидесятый Уровень Тем Самым Он Грубо Говоря Вылечился А что касаемо Трупов Вот опять же Поедание Трупов Тут в помощь Потому что На предыдущих Уровнях Двух На уровне Тирана И собственно Дьявола Не было Собственно Самих Трупов Поэтому Очень Важно Чтобы У вас Был Перк Хотя бы По 6 Единиц Здоровья Вы могли бы Восстанавливать Мы нашли Бога Момент Я собственно Вернулся Мы нашли Бога Собственно Наш Квестовый Враг Но опять же Мы не готовы С ним Драться Сейчас Потому что Мы против Него Слабее Будем Нам нужно Прокачать Максимальный Уровень На текущей Локации Максимальный Уровень Это собственно Получается 78 78 Уровень Для нас Будет максимальный На текущей Локации Тем самым Мы сможем Спокойно Расправляться С мобами На текущем Этаже Тем самым Мы сможем Наверняка Если я правильно Понимаю Он финальный То есть Против него Нужно Очень сильно Будет готовиться Поэтому Будем Готовиться Сильнее У нас Буря Постоянная Как вы видите То есть Но опять же Буря Это Не холод И не огонь Собственно То есть Для нас Буря В принципе Не критична Что касаемо Рогов Единорога Я пока Не знаю Рецепта Где бы Они применялись Поэтому Сложно Скать Для чего Они нужны Ищем Нашего Мудреца Для того Чтобы Восстановить Значение Полосок Наших Голода Жажда И здоровья Наш питомец Сапнул 71 уровень Тем самым Он чуть-чуть Сильнее стал По крайней мере Меньше По хп Проседать Будет Он будет Проседать По хп Но чуть меньше В идеале Конечно К тому боссу Пойти Уже Когда вы Собственно Прокачаете Максимальную Экипировку Морозный камень Про который Я говорил ранее 70 уровень И наша Вестимость В инвентаре Увеличена Морозный камень У меня присутствует В инвентаре Поэтому мы его Поднимаем Если я его Кашни Выкладывал Алмазный Медь Для нас Здесь полезен Потому что Мы не сможем Ничего скрафтить У нас Нет с собой Алмазов Если конечно Вы собрали С собой Алмазы Заранее То есть Если вы знали Об этом Заранее То что у вас Будет ждать То конечно Вы можете Вот я например Заранее не знал Что меня ждает Поэтому Максимально Мое снаряжение Это Из костей В плане еды Тут Ну как Как минимум Можно единорогов То есть Трупы есть То есть Как минимум Навык каннибализма Вам очень сильно В этом вопросе Поможет Восстановили Свои цифры Пегас Ну они Сильные В любом случае Потому что Они Скажем так Выше уровнем Наших Мобов То есть Как сказать Они не выше Они чуть Они уже меньше По уровню Но все равно Они Сильно пробивают Наш питомец Получил 72 Уровень Собственно Когда наш питомец Застигнет Этот Практически 80 Уровня Он уже Будет сильнее Чем Текущие питомцы Они его По сути Практически Пробивать Не будут Но мы Должны Периодически Подлечивать Для того Чтобы он Просто Не проседал По хп Очень много Опыта Здесь Сыпет Но это Опять же Пока Пока У вас Не максимальные И не предмаксимальные Уровни А также Можно С помощью Навыка Прорицательность Если она У вас Присутствует Если у вас Навыка Прорицательности Нет Вы можете Просто Через каждую Клетку Искать Нажимать И вы будете Знать На 100% Ну это Конечно Очень долго По времени Но все же Это один Из способов Сделать А что касаемо Бомб У них Есть Специали Ну Их Достаточно Много Видов Самый Конечно Интересный Это Морозная Бомба Ну а Как вы Понимаете Морозная Бомба Она Замедляет Вашего Противника Тем самым Давая ему Меньше Возможности Ходить Но для этого Нужно узнать Рецепт Бомб У нас Мы не знаем Рецепты Бомб Насколько мне Известно Давайте Посмотрим Нет Мы знаем Огненную Бомбу Вот Она делается Из Пепла И Пороха Но Но у нас Нет Ни Пороха Ни Пепла Поэтому Бомбы Для нас По сути Горя Закрыты А что касаемо Остального Предметов Которые Здесь Падают Нам Они В принципе Не актуальны У нас Постоянная Буря Идет Поэтому Для нас Особо Погода Не работает Что касаемо Навыков Сложно сказать Что там Стоит Подбирать Ну Все Навыки Которые Вы будете Делать Стоит Подбирать Подбой Потому что В большинстве Случаев Если вам Навыки Не помогут В бою То они Вам Нахрен Тогда Эти навыки Не нужны Потому что Все Идет Именно Подбой Если вы Не сможете Сражаться Нормально Ваш питомец Не сможет Драться То вам Эти навыки Даром Не упали Если навыки Не помогают В бою Они Также Вам Не нужны Еще Один Морозный Камень Как же Их тут Много Офигеть Как вы видите У нас Постоянная Буря Ну По сути Особо Тут А когда Идет Прокачка Особо Комментировать Нечего То есть Просто Мы Качаемся 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 Собираем Опыт Собираем Уровень Босс Был Собственно Ожидаемым Единственное Дропнут ли Нам Зельки То есть Не зря Ли я Их прожал Но В любом Случае Даже Если И зря То Будем Как говорится Качаться На максимум Которые Нам Позволят А это До 79 Уровня Потому Что Выше Прокачаться Никак Не получится Собственно Зелье Маны На 82 Но Это Прям Смешно Зелье А Чтобы Вы Понимали Это Очень Очень Слабое Зелье Питомец Очень Сильно Проседает По маме Давайте Ударим Посохом Для того Чтобы восстановить Немножко Магию У нас 240 Маны Из 410 С помощью Умения Похищения Маны Мы бьем Врага И тем Самым У нас Немножко Мана Восстановилась Но У нас Из-за Этого Очень Сильно Увечился Голод Думаю Голод Мы собьем Рано Или Поздно Восстанавливаем Своё Здоровье Здоровье Питомца Собственно Собственно Уровень А я не знаю Что это Поэтому мы Скорее сейчас Подберем Рецепт И посмотрим И если у нас Он уже изучен То нам просто Собственно Давайте выучим Рецепт Морозный меч Не знаю Зачем Он нам нужен А чтобы вы Понимали Из чего Делается Морозный меч Морозный меч Делается Морозный Это Алмазный меч Он делается Из алмаза И дерева То есть По сути Это копейки Но На текущем уровне Нет Дерева По крайней мере Я его не нашел Ни одного Так же НПС То есть На текущем уровне В плане Ресурсов В этом вопросе Кажется Туговато Давайте Подберем Вот этот Непонятный Рецепт Что он из себя Представляет Непереведенный Выучим его И посмотрим Что он из себя Представляет Собственно Не русский Рецепт Что он из себя Представляет Но скорее всего Внизу Должен быть Чисто теоретически Да Это еда Еда Из насекомого И палки На самом деле Бесполезный В данный момент Рецепт Потому что Насекомых У нас здесь Нету Как я понимаю А собственно Палки Тоже здесь Не падают Поэтому рецепт По сути говоря Бесполезный В плане еды Кстати здесь Очень печально Все Но здесь Присутствует Карта Давайте ее Откроем На 0.2 У нас Что-то Лежит Если копать Мы можем Это найти По золоту Тут прямо Остопы Заморачиваться Не стоит То есть Золото тут До хрена Откровенно Забираем Собственно Пегаса Получаем С него Пыль А собственно По сути Более Как и Снежити Но Снежити Мы еще Получали Кровь А с Пегаса Вот Мы Не Получаем Собственно Юникор Это у нас Единороги Котали Оловянные штаны Для нас Бесполезны Скорее всего Будут Потому что Они Необычного Качества У нас Скорее всего Лучше Давайте посмотрим Убедимся В этом Ну да У нас Они минусовые Для нас Бесполезны Бесполезны Для нас Лечимся Восстановим Здоровье Письмо Для короля Оно Квестовый Предмет Его не Стоит Подбирать Оно Вам Скорее всего Не понадобится Если оно Не понадобилось Раньше То оно Не понадобится И здесь На Тиранских Адских И Собственно Райских Уровнях Оно Не понадобится Там Потому что Будет Локация Замок Если вы Найдете На локации Замка Вам нужно Будет Поговорить С королем Если у вас Нет этого Письма Вас Пошлют Скажут И ищите Другого Разговорщика Если у вас Оно Есть Вас Выслушают И дадут Какое Снаряжение По сути Говорят Письмо Бесполезное Но И Обратите Внимание Мы исследовали Остров На 100% Получили Из него Душу Небесного Забили Последнего Недорога Нам нужно Повышать Уровень И Также Нам бы В идеале Проанализировать Остров Весь полностью Давайте Бежим На 6-7 Для того Чтобы Поесть Немножко Восстановить Свои Стоты И Собственно Как вы Видите У нас Очень Сильно Проседает Наш Бежим Бежим К мудрецу Отдыхаем Давайте Исследуем Полностью Остров Для того Чтобы Найти Что-то Полезное Собственно Начнем С 9-9 Действие Искать Это Облако На облаке Мы ничего Не нашли Пегас Давайте Его забьем Поедим Полечим Наши Животные Ищем Дальше Искать На облаке Скорее всего Мы ничего Не найдем Я так думаю Скорее всего Только на небесах Но все-таки Давайте Убедимся В этом Потому что Если у нас Был бы талант Прорицательность Мы бы Не заморачивались Мы бы Просто Подошли На текущую клетку И нам бы Все сразу Показали Но у нас Нет таланта Прорицательность Поэтому нам Приходится Каждую клетку Исследовать Талант Прорицательность Стоит 20 очков Энергии Ну собственно Тех самых Навыков Которые Вам Выдают Практически За каждый уровень По 2 единицы То есть Чем выше Ваш уровень Тем соответственно Больше у вас Очков Навыков Нам в любом случае Нужно качаться Поэтому мы Исследуем Питомец У нас Апнулся Тут Тут Пусто Получили Еще Плюс Один Уровень Искать Мы ничего не нашли Забиваем Деревянное Деревянное копье Нам не нужно Потому что Оно Во первых Обычное Во вторых Оно Не наши Специализации То есть Мы не специализируемся На деревянных копьях Коттали Коттали Опять Опять же На начале Вы можете В любом Ходить Снаряжение Но по сути У вас Вы Уберетесь В то Что у вас Чисто Костяное Снаряжение Потому что Из другого Вы просто Создать ее Не сможете Из врагов Единерога Она скорее всего Не создается Я думаю Не знаю Будет ли на этом уровне Что-то Костяной посох У нас есть Продолжаем Искать Мок тут На нас Напал Не знаю Правда Зачем Нужна эта пыль Несчастная Очень сильно Дракон Проседает Зараза Приходится По нескольку Раз лечить И себя тоже Не забывать И следом Хоть например Хотя бы Чего-нибудь Как вы видите Пока ничего Не нашли Был бы Навык Прорицательность Мы бы не Заморачивались Мы просто Один раз Прошли весь Остров И сразу же Все Исследовали Но Как вы видите Навыка Прорицательность У меня нету Видели Из начала Видео Соответственно Соответственно Нет такой Возможности У нас Поэтому Просто Едим Трупы Для того Чтобы Наш Голос Особо Особо Сильно Не катался А Исследуя Опять же Рецепт Нити У нас Присутствует Потому что Я ее Знаю Я Изготавливал Прощу Там Нужна Именно Нить Нить Изготавливается Из лианы Лиану Можно Купить Либо Найти Ну У Флориста Купить Либо Найти Коих Него Джунглях И так далее Что Наверняка Должно Было Быть Но Я бы Лиан Не доходил Я их Только Покупал Поэтому В этом Вопросе Метательное Оружие Конечно Слабовато Реализовано Крайне Сложно Сделать Его На Каждом Этаже Может Даже И не Получится Не Получится Его Сделать Потому что Вы Там Идет Коэффициент 1 1 То есть Одна Лиана Одна Нить Ну И там Сопутствующие Предметы На самом Деле Они Не особо Нужны Ну То 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 Я С вами Покажу Рецепт Что Вы Имели Представление На Нить Она У Нас Падает На Материалы Вот Собственная Нить Лиана То есть Лиана Растение Растение В большом Количестве Падает В большинстве Случа Найти Растение Проблем Не составляет А вот Эти Лиана Вот Эта Проблем Достаточно Больше А Вот Из Нити Уже Собственно Делается Метательное Оружие То есть Любого Тира Вот Например Взять Лук Она Делается Из Нити Взять Например Тот Ж Арбалет Он Делается Из Нити Взять Туже Прощу Она Также Делается Из Нити То есть Вы Сами Понимаете Что Нити Крайне Редкие Предметы Для Этого Нужно Как Минимум Искать Я Судя По Сему Обратную Сторону Иду Как Вы Видите У Нас Количество Хитпоинтов Точнее Монопол Немножко Просел Давайте Его Покадаемся Восстановить Через Бой Идем Поиск Вот Сейчас Будет Бой Нажимаем Атаковать Нажимаем Умение Удар Маны Убили Моба Восстановили Свою Ману Немножко Забиваем Единорога Дракон Уже 75 уровня То есть Ему Осталось Буквально Там Четыре Уровня И мы Собственно Сможем Финальным Боссом Склеснуться Важно Да Чтобы Вы И ваш Питомец Прокачались Вместе Потому что Если вы Не прокачаетесь И ваш Питомец Скорее Все Тоже Поросяет По ХП Кого Конкретно Выбирать Решать Конечно Только Вам Но я Конечно Рекомендовал Драконов Выбирать Потому что Они На начале Достаточно Сильные Себе Показывают Можно Конечно И кого Нибол Событаться Приручить Но Это Прям Откровенный Мазохизм И не факт Что у вас Еще Это Получится Сделать Талисман Жука Который Здесь Присутствует Я не Нашел Применение Но Это Все Так Уже Какой-то Рандомный Предмет Который До Этого Я Не Находил На Текущей Локации Поэтому Он В этом Вопросе Может Быть Очень Интересен Продолжаем Искать Для того Чтобы Собственно Добежали До мудреца Давайте У него Отдохнем Ну Мудреца На клетке Скорее всего Ничего Нету Вряд Ли Ему Что-то На клетку Положили Тут Скорее всего Ничего Не будет Вообще Потому Что Мы Достаточно Большой Клочок Пробежали И тут Скорее всего Через Прорицательность Которые Предметы Можно Было Найти Их Мы Не Найдем Поэтому Не Стоит Наверное Даже И пытаться Искать Но Мы Все-таки По возможности Постараемся Поискать Я Тогда Скорее всего Вне Выпуска Докачаю Питомца До Максимального Уровня Для того Чтобы Вас Не задерживать Да И Себя Скажем Так И Мы Вместе С вами Возможно В следующей серии Встретимся Уже С боссом Он Извращенный Бог Называется Мы Находимся В раю В данном Вот Собственно Мы К этому Извращенному Богу И Пойдем Возможно Как Подготовлюсь Вот Поэтому Всем Спасибо За просмотр С вами Был Андрей Всем Пока Субтитры